Всем доброе утро! Сегодня 17 ноября, мы в приюте, мы устроим будки. Все молодёры, которые смогли, уехали на Киевский вокзал. Но мы решили продолжить со строительством будок с кормёжкой малышей, брюзли, каши, куриц варёвки и молока. Я восхищаюсь нашими русскими женщинами. Виктория всегда готова на помощь. У неё инструменты сюда с собой. Всё-таки на наших русских женщинах держится вся Россия, наверное. Виктория, огромное спасибо мужчине, ты зовёшься, к сожалению, но вот хотя бы малыми силами. Так что сегодня планируем 2-3 будки всё равно сделать. Так что собаки очень счастливы, рады, съели уже все печенья, все баранки. Всё, что привозили сюда, можно. Грузовик завести вкусняшек и не хватит. А там такая прелестная стайка вдали сидит. Смотрите, они так ждут. У нас, конечно, ещё заначки-сухарики остались, мы просто до них ещё не дошли. Всем хорошего дня. Будем вам показывать, как наш сегодня день пройдёт в приюте. Так, а это мы сейчас пойдём кормить котят молочком, маленьких щенят. Вот. Это у нас сегодня такой молочный день будет. Потом мы наварили каши. Каши сейчас... Много каши. Каши старались или довезли, но можно было бы ещё нам бы полевую кухню с кашей. Было бы вообще замечательно. Каша варёная на бульоне с курами. Сейчас нам куриц вытащим. Разделываем сюда этих курочек. Откосочек отделим. Мы всё-таки помешаем и пойдём кормить больных собачек, щенят, ну таких маленьких. И очень любят эту кашку на мясном бульоне котики. Они в прошлый раз эту кашку отбирали у щенков. Отодвинули щенков и прям съели всю эту кашу. Так что я думаю, они тоже будут рады. Вот сейчас мы с Машей. У нас будет здесь полдня. Вот. Сейчас мы сюда сольём всё. А потом пойдём разольём уже в чашки такие. Ну, по-другому. Вот так собачку мы строим. Праздник. Вот у нас молодое поколение. Тоже не гнушается работой в приюте. Подрастающее поколение. Вот Маше сегодня... Мне молодое тоже понравилось. А Машуля сегодня вот мутит куриную кашу. Это она, да. Курятинку для щеночков. Для тех, кто болеет. Ну и рыски перепадёт. Сейчас мы рыски дадим. Она уже одну ложку кашки съела. Сейчас ещё съест. Съест. Да, старичкам. Старичкам, да. Щеночкам. Всех, кто болеет. Слышать было легче. Так что, ребята, приезжайте. Приезжайте, помогайте. Поверьте, тут интересно. Ничего сложного вас делать не будут заставлять. Поверьте. Разделывать курицу. Это легче, чем кажется. Да, это действительно так. Это не будки строить. Как твоя мама и я Сергей. Рыська пришла к курицу. Учуяла. Да, рыська прибежала. Учуяла, учуяла, да. Маша, так вот у кого руки-то из нужного места растут. Да, у кого руки из нужного места растут, можете приезжать будки делать. А кто сомневается в своих умениях, можете курочку разделывать, кашку разносить. Нет, всем работа найдется по душе и по способностям. Абсолютно верно. Так что не переживайте. Всем действительно найдется дело по душе. Просто поиграть с собачками, погулять. Это у нас впереди еще. Будем гулять, сейчас их накормим. Пойдем на кошатник уберем, посмотрим, что там. И потом уже погуляем с собачками. Вон кошки, кстати, тоже. Ой, кошельки у нас тут. Да, кошельки, они уже смотрят. Они смотрят, они молоко учуяли. Сейчас они трапезничать будут. Это у них тут такой телевизор. Оп, еще одна. Здравствуйте, ребятки. Но курица у меня костюша. Опа, третий, все. Они курицу учуяли, даже запах по дверью пошел. Вот эти штучки надо давать пластмассовые щеночкам давать. Вот, сейчас мы пойдем щенкам в вольер. Малышам пищащие. Ой, игрушки замерзли, уже пищать перестали. А, они пищат. Холодно. Рысь, ты пришла, да, пришла, игрушки послушайте. Игрушки тебе тоже дать? Мы сейчас Рыське дадим игрушку, да? Рыське, она тоже малышка, балерина наша. Вот, сейчас пойдем к щенкам. Вот такие вот игрушевцы. Будут они нас сыграть. Вот наши кормящие. Хася, мамочка. Ой, ее щеняточки. Он как уплетает кашку с курочкой. С большим удовольствием. Вот такие они получили. Им, наверное, уже месяц где-то. Может, чуть поменьше. Недели три точно уже. Глазки он открыли. А мамочка у нас утрашку уплетает. Остальные все нервничают, требуют внимания. Сейчас пойдем к остальным. Какие же вы сладкие щенульки. Все подросли, зайцы. Как вы подросли. Да, две недели у вас не видела, какие вы большие стали. Лапулечки. Не ругайся, сейчас приду к тебе. Да, ой, какие зайцы. Мамулечка, да, мамулечка хорошая. Мамулечка и золотушка такие выкормила бутузов-то, а? Да. Ну-ка, мордашечки, мордашечки такие сладкие, да. Хася, скажи, пряника хочу. Пряника давай, все, съем уже. Вот замечательная мамочка этих щеночков. А сейчас тебе немножко достаться. Да, видишь, как бутузы твои прососались, а? О, всю баклаху выдули. Сейчас тебе, золотой, сейчас тебе скажи, все съедают, ничего не оставляют. Сейчас, зайчик. Вот и мамочка пришла. Такая деликатная мамочка. Сейчас мне тоже подольем молочко. Жадно, малышня пьет молоко. Ой, как жадно пьет малышня. Мамулечка ждет. Мамулечка немножко тут сейчас нальем, да? А малышня прям присосалась к миске, к тазику с молоком, с удовольствием. Да, малышня? Карандашня. Малышня, карандашня. Сейчас еще налью, не жадничаем. Не жадничаем, сейчас еще все нальем. О, даже рычать пробует. Какая смешная. Тихо, тихо, перевернешь. Тихо, да, тихо. Все? Вы все, вы... Ну, сейчас еще налью, подождите. У меня все любимые вольерчики. Но вот этот вольер больше всех люблю. Вот этого грустного лобайку. Он такой интеллигентный. Он такой аккуратный. Так скромно берет всегда. Ой, смяшки. У него такой смятный. Не надо мне грызь руки. Нет, вы ничего все съели. Сейчас будем кашку. Кашку сейчас будем кушать. Вот. Они такие замечательные. Они такие большие. Они такие большие. Такие зайки. Они такие сдержанные. Не то, что когда у подростков заходишь, там полный хаос. Так что, все ждут вкусняшки. Скажи, все мы съели. Все пряники, все печеньки, все сушки поели. Да, все поели. Еще хотим. Еще хотим. Мы все хотим. Хотим вкусно. А лобавишка мой золотой или кто-то. Я не знаю. Или сербернар. Да, сербернар, наверное, скоро пользуется. Ты такой классный. Иди, я поглажу. Он стесняется, не подходит. Ой, рыжик любимый. Мой любимый рыжик. Вот мой любимый самый рыжик. С грустными глазками. Когда заходишь в вольер, вы невозможно близко сфотографировать. Потому что он такой лоскошко, хоть и большой. Хотя бы его вот издалека вот так сфотографировать. Ему такой, конечно, ему очень нужен свой дом, коттедж, загородный дом, где он может охранять. Конечно, его в квартире невозможно держать в тесной городской. Ему нужно охранять дом. Он очень замечательный. У него такие глаза добрые. И вот этот классный пёс тоже. Но он добавивается немножко. Нельзя. Фу, нельзя. Нельзя рваться. Они очень за внимание людей ругаются, иногда кусаются, потому что они очень нужны людское внимание. И поэтому, да, конечно, не ревнуют. Очень сильно ревнуют. А это моя любимка. Обожаю её. Да. Оиться, пойдём. Пусняши, да. Пацан? Пусти, мы сыпачем. Ты живё, мы съем한데 мы идем. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья! Не забывайте подписываться на наш канал! Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео! Такие несчастливые, когда вышли на прогулку! Вот эта замечательная девочка у Маши, она такая лоскушка, похоже на волчонка! И она не привыкла к поводку, она хочет все время, конечно, всячески его вытащить! Вот со мной эта собачулька любимая, она хорошо гуляет! Она уже знает, что со мной гуляла на поводке, и когда я зашла в вольер, она прям уже увидела ошейник, хвостиком замахала, и она уже знала, что с ней пойдут гулять! Умничка! Первый раз мне было с ней тяжело гулять сегодня, очень даже комфортно! Обратите внимание на этого шикарного волчонка! Это просто собака-улыбака! Я по-другому назвать не могу, где-то я такое слышала, собака-улыбака! Вот действительно это так! Посмотрите, какое чудо! Молчонок, это девочка, молоденькая совсем, ласкушкая, невероятная для такой собаки, это прям вот крупная такая, казалось бы, хорошая собака, но это просто ласковый хомячок! Да? И вот эта очень хорошая собачка, у ней щеночки подросли, она, конечно, от них очень устает, и поэтому стараемся ее выводить гулять! Тихо-тихо-тихо, лапку, тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! даже их трясет от холода а вот, что хочу сказать я думаю, любая женщина может найти нужные слова чтобы простимулировать своего любимого мужчину приехать и помочь приюту ну вот, это мое мнение так что приезжайте мы тоже работаем мы тоже суббота с Ксениной на выходные можно было просидеть дома на телевизор просмотреть но, все-таки, есть слово надо пополнение ух ты, какой рыжий какой красивый где-ли-ли-ли вот, вот уже помощь нужна поздний вечер мы пытаемся кошек на улицу вытащить, чтобы убраться в домике вот, Маша их сейчас Маше тебе помогу сейчас мы здесь порядок наведем корыцев у нас все шли хотел сказать лезут да, они лезут совсем вот эти, которые наверху можно не трогать вот этих самых активных надо вытаскивать отсюда они не дадут убраться вот и это вот почти день у нас закончился еще, конечно, не все еще надо убрать еще погрузиться и поехать домой Машуль, как тебе там кошатники хорошо теплую дверь держим теплую дверь держим сейчас мы старичка укрыли там ага так самый большой кошатник мы почистили горшки перемыли их насыпали чистые наполнители ой, часу на полтора ушло вот все котики счастливы пойдут ух ты все перевернули пойдет писать как и чистое и даже даже дышать стало легко и свежо да все довольны все счастливы красив очень счастливы очень счастливы очень счастливы мурлыки довольны вот всем спокойной ночи ребята ух, у тебя на голове даже один сидит на плечах на шее ему понравилось довольны нет, он на Вику сейчас хочет прыгнуть хорошо лечки такие еда вот у нас ребята уже вечер уже темно но наши волонтеры Сережа и Викулечка струхают в будке вот собачульки они прям чувствуют что они сегодня будут в тепле спать их не видно не могу даже снять и очень счастливы что им будет сегодня тепло ой 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 вот уже ночь мы с фонарями вот собаки лежат ждут когда они могут в будку зайти уже морозит прям так хорошо морозно вот это ребята вот здесь что-то переделывают так что как видите работы непочатый край вот вот ребята уже темно уже закат был розовый красивый вот а мы все выгуливаем собачек вот взяли еще две собачки вот этот замечательный песик он прям делает им черное ухо он такой тоже ласковый такой хороший очень симпатичный песик у него такой носик курносый вот и мы с Машули сейчас тоже еще немножечко погуляем вот попотографируем дорогие друзья не забывайте подписываться на наш канал не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик чтобы не пропускать наши новые видео до новых встреч